Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать всю эту красоту. Здесь у нас тортик, завтрак такой, так скажем. Кстати, рецепт на тортик я оставлю вам в инфобоксе, потому что он настолько простой и настолько вкусный, что вы просто офигеете. Дальше здесь жареные грибочки у нас. Конечно же, сосисочка, я обожаю сосиски. И два яйца, редиска и пекинская капуста. Я думаю, что я это все съем. У нас с вами диета. Теперь я буду кушать поменьше, потому что я решила худеть. Это не значит, что я не буду снимать мукбанки, не переживайте, ребят. Я просто после шести не буду есть и попытаюсь похудеть, потому что мне не нравится мое лицо. Лицо стало круглое, и мне так совершенно не идет. Я давно уже не взвешивалась, выложила фотографию в инстаграм. Правда, там 8 тысяч человек залайкали. Спасибо вам огромное, мои пупсики. Мне кажется, даже если я буду килограмм 80 весить, вы все равно будете меня любить. Но я всегда вам в видео говорила, самое главное, это гармония с собой. Вот эта гармония у меня в последнее время отсутствует напрочь. Не хочу жаловаться. Не хочу нарваться на комплименты. То есть я это говорю не чтобы жаловаться вам, и чтобы вы меня пожалели, нет. Я просто рассказываю вам все. Поэтому решила это тоже сказать. В общем, я выложила эту фотографию. И под этой фотографией пара девчонок написала, что Айка, ты так поправилась. Ну, фотка под елкой. Я сначала не обратила внимания, потом смотрю, опять пишут, ты поправилась. Смотрю на свое лицо, а там прям такая фара. Такие щеки. Малюсенькие глаза. Я решила взвеситься. И что вы думаете? Я 60 килограмм. 60. Я набрала 4, даже 5 килограмм. У меня прям такой депрессняк. И это еще не все. Одно время у меня перестали появляться прыщи. Сейчас этот процесс опять начал прогрессировать. Хотя длительный период у меня была нормальная кожа. Сейчас везде высыпание. И в общем, смотрю я на себя. Жирная, прыщавая. И так грустно стало. Но. Это толчок. Иногда этот пинок нужен. Я понимаю, что вы мои пусечки. Вы меня любите. Всегда пишите мне хорошие комментарии. Спасибо вам огромное. Но. Я делаю выводы из всего, что вы пишете. Особенно вот эта фотка в инстаграме. Я даже думаю, может ее удалить. Потому что я смотрю на эту фотографию. На ней вроде много лайков. Мне жалко ее удалять. Но. Все же время. А там просто коровка какая-то. Иногда нужен такой толчок. Чтобы кто-то сказал, что слушай, а ты уже поправилась. Давай уже худеть. В общем, до конца декабря. Я обязательно должна похудеть. Прям. Прям обязательно. Не обсуждается. На 6 килограмм. Я должна обратно весить 54. Это для меня идеальный вес. Он для меня комфортен. Он оптимальный. Здесь еще тортик. У нас, возможно, не очень в тему сюда. Гляньте, какая красота. Вчера приготовили последний кусочек. Успела. Просто обалденный торт. Он без духовки. Прям 100% у вас получится. У кого там в духовке коржи не поднимаются. Что-то не получается. Приготовьте такое. В общем, я решила меняться. Решила худеть. Знаете, почему я поправилась? Дело не только в мукбанках. Дело не в том, что я на видео много ем. Я просто в жизни тоже очень много ем. И в последнее время я сделала ящик. Возможно, вы видели это видео. Ящик около моей кровати. Со сладостями. И каждый раз, когда там что-то заканчивается, я заполняю обратно. И вот, например, позавчера я просто открыла этот ящик и взяла туда ровно 30 конфет. Это не прям сразу, а потихонечку. Я смотрела Дом 2 и раз рука пошла за конфеткой. Тофикс. Ну, вы знаете, я вам показывала в Инстаграме обалденные конфеты. Они такие вкусные. Это прям нечто. Ну, в общем. Одну съела, вторую, третью. Я просто в конце посчитала бумажки. И там оказалось 30 бумажек. То есть на ночь я съела 30 конфет. На протяжении полтора часа. 30 конфет это, конечно, очень много. И появляются, хочешь не хочешь, какие-то комплексы. Парень в армии, он выйдет, скажет, господи, боже мой, с кем я встречаюсь? Также я отращиваю брови. Просто их мажу касторовым маслом. Решила отрастить. И с этим я выгляжу еще хуже. То есть у меня еще сросшие брови. Хотя вам так не видно. Я их покрасила. В общем, все до кучи. У меня какое-то странное состояние. Вчера вот, например, не снимала истории. Потому что как-то не до этого было. Ой, как горячо. Борячий чай обожаю. В общем, девчонки, кто худеет, давайте худеть вместе. Это не значит, что мы должны во всем себе отказать. Так не делается. Я лично так не худею. Что значит просто сидеть на диете и кушать только диетическую пищу? Едим все, что мы хотим, только до пяти, например. И все, похудеешь. В день по полкило уйдет. У меня очень хороший метаболизм. Я думаю, что скоро я вам сфотографирую свои весы, где уже будет 57. Потом 54. А потом уже дальше пойдем. Пойдем во вкус. В холодильнике были перепелиные яйца. Сначала хотела сделать яичницу с ними, но я никогда не пробовала. Испугалась, думала, что не понравится. Решила не портить. Пекинская капуста, она очень вкусная. Мамочка почитала комментарии под влогом с елкой. И все там писали, что как-то безвкусному украсили. Все, теперь мама требует купить новые игрушки. Ваши комментарии очень сильно влияют на маму. Вот что угодно напишут. Мама сразу правильно пишет, правильно говорят. И начинает меня обсирать. Пишут, ой, Алька так много ест. Мама сразу поворачивается ко мне и говорит, что так много ешь. Люди пишут, правильно пишут. Утром тортик, самое то. Так же вкусно. И давайте напоследок, чтобы не кушать молча, отвечу на один из ваших вопросов. Вопрос звучит так. Айка, я считаю, что ты одеваешься очень безвкусно. Почему ты не смотришь на других блогеров и не делаешь выводы о их стиле? Я смотрю на других блогеров, но иногда мне не нравится, как они выглядят. Я смотрю, да, они стильно выглядят, например, кому-то это нравится, но чисто на мне, мне это будет некомфортно, например. И я не могу носить просто то, что модно, чтобы выглядеть как бы в ваших глазах лучше. Но в своих не очень. Мне до стилиста, я соглашусь с вами, далеко. Но я хочу жить в кайф, то есть я хочу одевать то, что мне нравится. Они боятся там осуждения, хотя это так. Очень часто я что-то хочу купить, я думаю, блин, сейчас все напишут, фу, какой ужас. но вы же подписывались не на канал, собери свой стиль. Это то же самое, как одну тиктокершу, у которой 2 миллиона подписчиков. Ее зовут Иришка. Вот, у нее стиль такой. Скорее всего, вы ее знаете, если вы зарегистрированы в тиктоке, вы знаете, кто такая Иришка. И вот ее позвали на модный приговор, задели ее, сделали ее такой стильной, модной. Но человеку это не надо. Человек себя чувствует комфортно в футболке с блестками. И в сникешах. Зачем наезжать? Последний кусочек. Поэтому мне комфортно в том, в чем я хожу. На мой взгляд, это самое главное. Меня мои зрители любят не за стиль. возможно, большинство моих зрительниц, они одеваются намного стильнее, чем я. Но это такая, какая есть. Что поделать? Среди моих подписчиков, мне кажется, самые добрые это казахи. Казахстану огромный привет. Сейчас там вижу комментарий с каким-то казахским флагом. никогда ничего плохого не напишут. На этом все, мои хорошие. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Кемили. Пока.